Самое главное, не пережимай! Старый Бахшисарай, я попал в году в 98-м И здесь тогда не было ни кафе, не было ни магазинов Жили местные жители Было очень пустыно, очень тихо Такая деревня, деревня обычная Ну и несколько маршрутов, старых, полдскульных маршрутов И очень было хорошо, комфортно И мы вот тогда начинали здесь лазить Играет музыка Сейчас же здесь и инфраструктура Бахшисарая развилась Уже для туризма И также появилось очень много новых маршрутов И новых секторов Новые маршруты, многие по естественному рельефу Рельеф очень интересный, очень различный На каждом секторе И сейчас тоже более 300 маршрутов Можно говорить о хорошем скалазном районе Район сам скалазный Бахшисарая Очень разнообразный Сейчас вот есть и проекты И еще начиная вот когда В 2012 году я пробил первые маршруты Которые по категории, ну выше чем 8С Диапазон такой 8С, 9А Это маршруты Тентейшн и Асер И недавно вот Леха Таврида пробил маршрут Макс Фактор Эта линия давно назревала Там грот, в котором серые потеки По которым иногда течет вода И там порода более интересная Какие-то вымоены, промоены Плюс она тверже И вот Серега Шаферов работает Теперь над этим проектом Мы тут со старым Гри-Гри Мочим Меня Гри-Гри четвертый ведет Внимание на белую жидкость Самое главное, мне кажется, в этих делах Это мотивация Вот если тебе очень хочется И тебя трасса мотивирует И ты будешь тренироваться Продолжать стараться Становиться сильнее И, ну, это, в общем-то, основное Вот это одна из трасс Макс Фактор, наверное Которая, ну, ее просто хочется залезть Не важно, как бы это будет через год Или через 5 лет Просто ты понимаешь, что тебе хочется это сделать Ну, и ты будешь стараться И так Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Линия сама находится в секторе сестрички Вот в теневом секторе Очень длинная В пределах 25 метров, наверное, длинной По движениям она очень интересная, то есть мотивирует очень сильно сама линия. Первое, там несколько оттяжек, можно сказать, это под лаз. Дальше начинается такой жесткий резистанс. Практически места отдыха нет, и до самой станции отдыхать особо негде, поэтому нужно просто лезть постоянно в таком сильном напряжении. И искусственных зацепок нет. Буквально 2-3 зацепки Леша сделал чуть-чуть больше. Там невозможно было по-другому. Ну, в общем, это тоже имеет место. Мне он кажется сложнее немножко, чем вот Аса и Темптейшн. Я могу предположить, что от 9А до 9А+. Ну, а так, в принципе, трасса готова, достаточно чистая, размечена, и можно было сюда лезть. Здесь долины, в которых сады, персиковые сады. Поляны маков, лаванды, шалфея. Все это сочетается с этими горными тихими долинами. Поэтому все, сердце осталось здесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова